В Ульяновской области подводят итоги единой недели иммунизации. Ее цель повысить осведомленность населения о профилактике инфекционных заболеваний с помощью прививок. Подробности Оэллы Шаховой. Вакцинация пока единственное эффективное средство борьбы с инфекционными заболеваниями. Особенно в масштабах целых территорий. Основная часть прививок приходится на детство. Мы следуем календарю прививок. То есть и со старшим ребенком мы все рекомендации выполняли. Недавно кори сделали в 6 лет. Младшему тоже начинаем все, что посоветуют, которые нужны, делаем. Прививка все-таки защищает от серьезных болезней, я считаю. Своевременная вакцинация позволяет предупредить не только развитие заболевания, но и тяжелейшие осложнения. Благодаря вакцинации удалось победить болезни, от которых ранее умирали тысячи людей. А не так давно весь мир стал свидетелем пользы прививок. На примере новой коронавирусной инфекции, то есть вакцина COVID-19, мы видим сколько жизни она спасла. Благодаря высокому охвату вакцинации от дифтерии, столбника, коклюша, мы это видим, в 1990 году уже у нас нету крупных вспышек данных инфекций вообще на территории Российской Федерации. Более того, прививочная профилактика стала причиной увеличения средней продолжительности жизни более чем на 20 лет. На сегодня в нашем регионе в целом от разных инфекций привито 98% населения, но есть опасность извне. Случаи заболевания начинаются всегда из тех граждан, которые прибыли из неблагополучных территорий, граждан из других таких бывших союзных республик. И если в окружении оказываются люди, которым не своевременно проводились профилактические прививки, в данном случае против корень, они очень легко заражаются. Многие современные родители, изучая информацию в глубинах интернета, стали отказываться от вакцинации своих детей. Без прививок ребенок может посещать садик или школу, но только если руководитель образовательного заведения возьмет на себя такую ответственность. Ведь это может спровоцировать вспышку опасных инфекционных болезней. Важно помнить, прививки проводятся детям и взрослым по месту прикрепления в поликлиниках бесплатно. Элла Шахова, Юрий Давыдов, Дамир Губеев, Вести Ульяновск.